Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Коммунальную пилюлю в новом году украинцам хотят немножко подсластить, уменьшить сумму в платежках. Подешеветь могут вода и электричество. Так обещают в Кабмине. Но что получится на практике? Почему тарифы пока только зашкаливают? Подробности в нашем материале. Город Долинская Кировоградская область. Здесь горячие батареи одни из самых дорогих в регионе. Отопление обходится в почти 32 гривни за квадратный метр. Только тепло в трехкомнатной квартире стоит 2400 гривен. Заплатить за него одной зарплаты не хватит. Средние заработки жителей на 400 гривен меньше. Что уж говорить об оплате коммуналки в целом. Для людей эти тарифы в принципе, ну, можно сказать, неподъемные. Не все люди, даже при небольшой заработной плате, имеют право получить эту субсидию. А это город Фастов в Киевской области. Здесь пока что грядет отопительный шок. Теплые батареи чиновники хотят оценить в два раза больше, чем в Долинской. 73,5 гривны за метр квадратный. Сегодня рассматривают, вывешено на сайте. По всей стране сегодня вот идет, ну, собственно, подготовка к еще более новым тарифам. Тогда, как в Кабмине обещают с нового года новые тарифы. Ниже подешеветь, говорят, должна вода и электроэнергия. С первого січня уже на 10%, а с первого березня еще на 5,7%. Сформованный баланс на 2017 рік. Якщо вы побачите по балансу, там абсолютно інший вклад атомной энергетики, там інші инвестиційні складові. Але в складові води, ну, як міський голова, я вам скажу, що в складові води электроэнергія займає від 30 до 60%. Якщо йде пониження складової по воді, по електроэнергії, то, очевидно, повинен тариф на воду знизитися. Аналогично по водовідведення. І це роздум для міських голів, для того, щоб вони знизилися. В Долинской води і електрики подешевле ждать не стали. Для начала решили разобраться з заоблачним тарифом на тепло. Жительниця города Елена Куцак, она же главный экономист горнообогатительного комбината, посчитала. Люди переплачивають по 5 гривень на каждом квадратнометре. Все из-за заниженного объема газа, которым играються коммунальщики. В связи с тем, что заниженный объем, таким образом повышается величина расчетной гикокалории, которую потом разработчик применяет в расчетах, предоставляя щита потребителям. Жители не раз просили местную власть тариф пересмотреть, но их игнорировали. Тогда пошли в областную прокуратуру. Там открыли уголовное производство. Усмотрели в действиях чиновников превышение полномочий. И сразу в мэрии зашевелились. Тариф снизили, правда, не на 5, а на 2 гривни. Но убеждают, это с расследованием правоохранителей никак не связано. Я не понимаю, как можно принимать решение об обґрунтованности или нет, если даже не выслушали вторую сторону. Применялась методика, утвержденная в основу всех расчетов, легла постанова кабинета министра. Завышены тарифы на тепло или нет, теперь разбираются в полиции. Если вину чиновников докажут, им грозит до трех лет тюрьмы. Елена Зурина, Елена Брынза, Владимир Самченко и Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Поделить не по-братски. В студенческом братстве Кабмин с нового года изменил порядок начисления стипендий. Минимальная 1100 гривен, повышенная 1600. Да и то, деньги от государства будут получать только отличники и хорошисты теперь. Отдельная каста некоторой специальности. Например, для будущих учителей математики, инженеров, нефтяников и газовиков выплаты будут еще выше. Около 2500 гривен. Кроме этого, правительство вводит семь категорий льготников. Для них предусмотрены соцстипендии. В бюджете на это запланировали почти 6 миллиардов гривен. Поднимаются стипендии и для первого, другого уровня аккредитации, то есть для колледжей и техниками, которые есть в системе высшего света. Студентам с инвалидностью давать додковые баллы, чтобы они в рейтинге на отримание академической стипендии могли иметь немного выше позиции, подвышать их шансы на отримание самых академических стипендий. И кабминовский подарочек для собственников жилья. Правительство позволило перепланировку квартир и комнат в общежитиях. И если не трогать несущие конструкции, не нужно никаких разрешений. Не понадобится по окончании работ и вводить объект в эксплуатацию. Подробнее об этом мы расскажем завтра. Наказывать гривней будут тех, кто выдает зарплаты в конвертах. За оплату по черному 320 тысяч штрафа. Такой документ подписал Петр Порошенко. А вот что делать тем, кто годами не получает заработанного? Рабочие Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара снова вышли на забастовку. Долг по оплате перед коллективом достиг 40 миллионов гривен. И накопился он за два года. Работа предприятия, выпускающего продукцию для оборонки, практически парализована. А тянутся проблемы еще с тех пор, как госконцерном Укроборонпром управлял Сергей Пашинский из Народного фронта. Так утверждает его коллега нардеп Сергей Каплин. Он уже обратился к правительству с требованием разобраться в этой ситуации. Нет ни загрузки завода, ничего. Единственное что, распродажа. Идет распродажа, от которой никто не получает этих денег. Нам сейчас дали заработную плату где-то 460 гривен. Можно жить за 2,5 года. Можно на такие деньги жить. Я хочу официально обратиться к премьер-министра Украины Володимира Гройсмана. Мы от имени профспілок, от имени трудового коллектива, этого уникального военного государственного предприятия, просим вас создать международную группу и решить несколько важных, актуальных вопросов для этого предприятия. Закрывай бизнес или платей. Для мелких предпринимателей ввели новые правила налогообложения. И они уже выстраиваются в очереди, чтобы срочно, еще до нового года, ликвидировать свой бизнес. Что ждет их с 1 января, расскажут наши корреспонденты. После нового года предпринимателей физлица второй и третьей группы, а это самая многочисленная категория малого бизнеса, будут ежемесячно платить соцвнос, даже если их бизнес не приносит дохода. А это 704 гривни. Сейчас обязали всех. Есть деятельность, нет деятельности, платите. Если нет деятельности, не сдавайте пустые отчеты, а закрывайте свои предприятия. Люди, чтобы не платить за воздух, начали ликвидировать свои лицензии. В Одессе у госрегистраторов огромные очереди по 200 человек. Предприниматели благодарят, в кавычках, власть за такие предпраздничные хлопоты. Завтра последний день. Если кто-то не успеет закрыть, то уже штраф. Такая же ситуация и в Черновцах. Свой бизнес, например, срочно закрывает Дмитрий Бабюк. У мужчины интернет-магазин компьютерной техники. Говорит, нулевая прибыль иногда бывает по несколько месяцев. За что, спрашивается, тогда платить? И за чей счет задается вопросами Дмитрий. Нехай платят налог на роскошь, у кого там миллиарды, нехай они платят. Настрий закрываться массово, уходить в тень, нелегально працювать. Как будет все, как в 90-х. То, что малый бизнес начнет массово уходить в тень, говорят и эксперты. В качестве примера приводят условного одесского предпринимателя, который занимается сезонным туристическим бизнесом. Летом прибыль есть, зимой нет. Теперь, для того, чтобы не платить за январь-февраль, он будет вынужден написать заявление отказаться. И я не уверен, что он захочет в мае писать новое заявление, чтобы в сентябре опять отказываться. То есть в таком случае количество людей, которые занимаются абсолютно нелегальным бизнесом, только возрастет. А вот другие экономисты действия властей считают правильными. Дескать, это очистит малый бизнес от своеобразного неликвида. То есть от тех, кто на самом деле не умеет зарабатывать деньги или занимается не своим делом. Если бизнесмен не может в год заплатить 8 тысяч гривен, но в принципе такой бизнес действительно нужно закрывать. Нужно просто заниматься самому как работнику для кого-то. Но большинство малых предпринимателей не хотят перекладывать налоги в цену своих товаров и услуг. Говорят, покупательная способность населения и так стремится к нулю. Поэтому дальнейший рост цен вообще отпугнет клиентов. Сколько бизнесменов самоликвидируется, в результате нововведений станет известно после первого квартала следующего года. Тогда появится официальная статистика. Андрей Анастасов, Ольга Паломарюк, Кирилл Ющишин. Подробности телеканал Интер. В регионах уже собирают подписи против таких налоговых изменений. В Черновцах инициаторы обращения к президенту и Верховной Раде депутаты народного контроля. Они требуют пересмотреть закон. В противном случае уверены, что уже с января страну ожидают массовые акции протеста. А малый бизнес, вероятнее всего, по их мнению, уйдет в тень. Это бьет по тех людях, которые работают для того, чтобы приготовить свою родину. Это не бьет по крупных предпринимателям. Это абсолютно никаким образом не чипает олигархов. Будем мы принимать звонки и до Верховной Рады, и до Кадмину, и, может быть, до президента с проханием вплинуть на эту ситуацию. Честный предприниматель в стране почти герой. Так сегодня сказал генпрокурор на брифинге в Киевской мэрии. Обсуждался здесь вопрос мафов. И, по словам Луценко, ему известны два с половиной десятка фамилий тех, кто собирает дань с торговцев. Больше никакой конкретики, но пообещал разобраться. Прокомментировал Луценко и ход расследования трагедии в Княжичах. Напомню, в ночь на 4 декабря в этом селе во время спецоперации нацполиции по задержанию грабителей произошла перестрелка, в результате которой погибли пятеро правоохранителей. Расследование ведет к ГПУ, но, по словам генпрокурора, некоторые подозреваемые отказываются ходить на допросы, и это серьезно затягивает следствие. Известно, что в деле 17 подозреваемых, и большинство из них это начальники районных отделений полиции Киева и области. Призвал Луценко и дать оценку приказом руководителей операции в Княжичах. Ранее, к слову, исполняющий обязанности нацполиции Вадим Троян, назвал виновником произошедшего человека, погибшего в перестрелке. Очевидно, имея в виду руководителя группы Корт. Но эксперты сразу же заявили, что эта версия не выдерживает никакой критики. Оперативный штаб по борьбе с нелегальной добычей янтаря возвращается в Ривненскую область. Об этом сегодня заявил новый начальник областной полиции Валерий Пресежнюк. Правда, когда это произойдет, не уточнил. Что изменится в борьбе с янтарной мафией, выясняли наши корреспонденты. Вот свежее видео из Сарнинского района, где активно ведется незаконная добыча янтаря. Местный Лас-Вегас, ночная жизнь старателей кипит. И им никто не мешает. 10 ноября область осталась без начальника полиции. Вслед за ним прекратил работу и оперативный штаб по борьбе с нелегальной добычей. Почему? Добиться ответа от министерства оказалось нереально. И вот новый начальник областной полиции через сутки после представления заявляет, бойцы спецподразделений возвращаются. Сегодня уже приехали до нас представленники из национальной полиции за моей инициативой, чтобы восстановить оперативный штаб, который работал до этого. Мы будем сейчас выяснять силы и средства, которые необходимы для того, чтобы с ней бороться. Правда, Валерий Присяжнюк не уточнил, когда. Оперштаб заработает снова. Зато пообещал, отныне полиция всегда будет реагировать на вызовы. Валерий Присяжнюк не уточнил, а не уточнил, а не уточнил, а не уточнил. Если это криминал, то будут направлены соответствующие материалы в прокуратуру или другие инстанции, которые есть сегодня в стране. В это же время новый начальник надеется, с действующей командой сработается. Значит ли это, что останутся на своих местах начальники райотделов, которые и массовую добычу янтаря допустили, и вызовы игнорировать позволили, пока неизвестно. В то же время, по нашим данным, работы начались и на самом известном месторождении Гальбин. Старатели пригнали даже эскаваторы. Наталья Савченко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Генпрокуратура выдвинула подозрение экс-командиру спецподразделения Беркут за преследование активистов Евромайдана. Правоохранители этого подозревают в превышении служебных полномочий и разгоне митинга студентов в ночь на 30 ноября 2013 года. Кроме этого, его обвиняют в том, что он препятствовал работе журналистов. Известно, что экс-беркутовец и сейчас на службе. Он командует киевским полком спецназа. Сегодня состоялось первое судебное заседание по его делу. Прокурору ходатайствовали об избрании меры пресечения подозреваемому. Тем временем Печерский райсуд Киева уже третий раз переносит рассмотрение дела по обвинению Виктора Януковича в госизмене. Сначала защита последнего просила отвода судей, но ходатайство отклонили. Сегодня адвокаты захотели поменять уже суд, ссылаясь на его заангажированность. Заседание перенесли на неопределенный срок, пока коллегия апелляционного суда Киева не решит, кто же будет рассматривать это дело. Прокуратура считает, что адвокаты Беглова Януковича затягивают процесс. Это на первом этапе, когда суд всего лишь должен дать разрешение на заочное досудебное расследование. Как сказал Виктор Янукович, и как он написал в официальном глупотании, он желает дать показы, запрошуя следователей получить эти показы, получить всю информацию и всю информацию за местом его проживания. Место проживания Генеральной прокуратуры известно. Подозренный Янукович не может меня запрошивать, он подозренный, он должен отвечать перед Украинским судом. Он должен затриман, быть задержан, если он хочет дать показы, и находиться в суде. Никаких скайп-звездков, никаких встреч в Ростове или в Москве. Вот разрешение на арест молодого олигарха Сергея Курченко. Кармана семьи Януковича апелляционный суд отменил. На каком основании, в постановлении суда не поясняется. Буквально в мае Печерский райсуд столицы дал добро на его задержание. Напомню, Курченко числится в международном розыске. ГПУ подозревает его в организации преступной группировки, которая нанесла государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен. Нацагентство по предотвращению коррупции не может проверить декларации сотрудников СБУ. Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак в интервью одному из изданий. Электронные отчеты есть, но они хранятся в опечатанном помещении. А для проверки этих документов нужен допуск к гостайне от СБУ. Очень хотели бы детективы заклинуть и в декларации разведчиков, но их тоже не могут проинспектировать. Служба безопасности в ответ заявили, что доступ предоставить готовый, если НАПК обратится в установленном порядке. Это треба закону. Мы не можем его порушивать. Мы надеемся, что специалисты, которые должны проверять их, не будут долго тягнуть и оформлять себе доступ к государственной информации, тогда без бесконечности к законодавству. Они могут полностью их проверить, ознайомить с ними и делать все, что нужно. Мы должны получать заявку, мы должны получать все необходимые документы, чтобы мы могли предоставить для открытия такого доступа. В зоне АТО сегодня без потей и раненых, хотя режим тишины объявлены несколько дней назад, боевики по-прежнему игнорируют. Напряженная ситуация в районе Широкино. На Донецком направлении стреляют в районе Горловки и Авдеевки, а к Светлодарской дуге, по данным Минобороны, боевики подтянули грады. Геннадий Вивденко подробнее о ситуации на передовой. Периодические обстрелы продолжаются. Пулеметные очереди не провоцирующие, прицельные. Вокуп, вокуп. Так что противник опять открыл огонь, придется прятаться в окопе. Стрельба не прекращается. Даже вот среди беда дня редкие разрывы от пулеметов. С 7 до 8 утра в районе Светлодарской дуги обстрелы из минометов и СПГ. Затем время от времени работают пулеметы врага. Позиции наши держатся отлично, ребята справляются, все хорошо. Это с их стороны утес работает. Именно по новым позициям, да? Да, по новым позициям. Народ, я говорю, здесь собрался, народ такой военный, обстрелянный, так что тут более-менее спокойненько, ничего, без паники. Ночью в районе дуги зафиксировано уже 40 прилетов мин большого 120-го калибра. Ежедневно этот показатель растет. Сегодня бойцы ожидают очередного рекорда за неделю. Бомбили как бы, прошла ночь. И утром было тоже. Тут тоже проходили. Ну, только не долетали сюда, а попасться бомбили. Слышите, с той стороны, когда оно пузыло. Когда проходит сюда. Приходу оно слышно, что суток. После обеда установилась тишина. С наступлением темноты снова вероятен крупнокалиберный обстрел. Затищу перед бурей. Мы не расслабляемся. Готовы в любой момент получить мину под ноги. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Из-за обстрелов миссия ОБСЕ была вынуждена на два дня эвакуировать свою патрульную базу из Светлодарска Донецкой области. Как говорится в отчете миссии, 23 декабря в 70 метрах от базы произошел обстрел. В результате чего вылетели окна на верхних этажах здания. Представители миссии смогли вернуться в офис только через три дня. Наблюдатели отмечают, что помимо обстрелов, вести мониторинг им мешают минные поля и неразорвавшиеся снаряды. Мы не первый раз перебазируем наших людей в более безопасное место. Но важно отметить, что это происходит потому, что стороны не выполняют обязательства по прекращению огня. Стороны не придерживаются того, что подписали в Минске. Власти Израиля все же будут вести строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме. Решение это идет в разрез с резолюцией ООН. Как стало известно, политику Израиля поддержал и новоизбранный президент США. Все подробности в нашем сюжете. Дипломатический скандал не утихает почти неделю. Израиль свел к минимуму отношения с государствами, которые поддержали резолюцию. Также премьер Беньямин Нетаньяху резко раскритиковал США за то, что не воспользовались правом вето и фактически позволили принять документ. Полностью изменить американскую политику в арабо-израильском конфликте обещает новоизбранный президент Дональд Трамп. Сегодня он разразился целой серией многообещающих твитов в поддержку страны. Мы не можем продолжать позволять обращаться с Израилем столь презрительно и неуважительно. Раньше США были ему хорошим другом. А теперь... Хватит. Началом конца была ужасная сделка с Ираном. А теперь еще ООН. Держись, Израиль. 20 января скоро. Премьер-министр Израиля также в соцсети поблагодарил Трампа за поддержку. Голосование за строительство поселений в восточной части Иерусалима сначала распорядился отложить, но потом дал добро. И власти приняли документ. Перед самым выступлением в Вашингтоне госсекретаря США Джона Керри на тему арабо-израильского конфликта. К сожалению, кажется, некоторые считают, что дружба с Америкой означает, мы будем принимать любую политику даже в ущерб своим интересам, своей позиции и принципам. Даже после многих предупреждений о том, что эта политика должна поменяться. Друзья должны говорить друг другу неудобную правду, и дружба предусматривает взаимное уважение. В ООН считают, что поселенческая политика Израиля является одной из главных преград на пути к мирному сосуществованию двух государств. В середине января Франция созывает международную встречу на уровне министров иностранных дел 70 стран для решения арабо-израильского конфликта. Израиль данный формат не поддерживает и выступает за двусторонние переговоры с палестинской стороной. Ирина Иванова, подробности телеканал Интер. Встреча президентов Украины и США может состояться уже в феврале. Об этом сообщили в администрации Петра Порошенко, но уточнили о том, что более конкретная информация будет уже после инаугурации Дональда Трампа. Недавний телефонный разговор между лидерами государств был дружественным, говорят на Банковой. Кроме этого, под Новый год Порошенко встретится с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Джоном Маккейном. Они посетят Украину 30 декабря, а после чего отправятся в Латвию, Литву, Грузию и Черногорию. Стоит отметить, что республиканец Маккейн возглавляет комитет Сената по вооруженным силам. Новое пополнение в команде новоизбранного президента США Дональд Трамп назначил своим советником по безопасности Томма Боссерта. Ранее он занимал такую же должность при администрации Джорджа Буша. И опыт его бесценен, так считают в команде Трампа. Боссерт разбирается в вопросах внутренней безопасности, борьбе с терроризмом и проблемах кибербезопасности. По всем этим вопросам он будет консультировать нового президента США. Сирия в ожидании мира. Очередной план по прекращению кровопролития разработали Россия и Турция. Станет ли он реальностью, выясняли наши корреспонденты. На территории Сирии должны быть прекращены все боевые действия. Это предусматривается планом полного перемирия. Соглашение подписали Москва и Анкара. Договоренности вступают в силу с завтрашнего дня. Они касаются всех районов, кроме территории подконтрольной ИГИЛ. Враждующими сторонами признаны вооруженные повстанцы и войска Башара Асада. Почти синхронно с подписанием документов президент Турции Реджеп Ардаган обвинил Вашингтон в поддержке затяжного конфликта. Они оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГИЛ. Нам это предельно ясно. У нас есть подтвержденные доказательства, включая изображения и фотографии, а также видео. В США на это заявление отреагировали молниеносно. Честно говоря, это смешно. Наши действия прозрачны. Вы можете оценить их на севере Сирии. И в Ираке, а любой, кому это интересно, может это сделать. И есть яркое подтверждение, что мы за уничтожение ИГИЛ. В случае успеха, то есть полного прекращения огня на территории Сирии, правительство и оппозиция начнут политическое урегулирование конфликта. Встречу сторон планируют провести в столице Казахстана, Астане. Алексей Пшимыский, подробности, телеканал Интер. А Лондон и Париж требуют ввести новые санкции против Дамаска. Совместно они подготовили резолюцию для совбеза ООН. И надеются, что проголосуют ее еще до конца этого года. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Лондон и Париж выступили единым фронтом. Их негодование вызвало применение правительственными войсками Сирии химического оружия. Факт использования армии Асада контейнеров с хлором официально подтвердила Следственная комиссия ООН. На Дамаск возложили ответственность как минимум за три химические атаки. В результате погибли сотни людей. Они буквально сгорают изнутри, вдохнув ядовитый газ. Поэтому британцы и французы в ООН разработали совместный документ, в котором прописали дополнительные ограничения в отношении Сирии. Под санкции попали 10 компаний и 11 человек, причастных к применению оружия массового поражения. Среди них офицеры, чиновник Минобороны и ученые. Им запретят выезд из страны и заморозят все активы. Мы должны сделать все, чтобы все, причастные к этим гнусным действиям, применению химического оружия в Сирии, столкнулись с последствиями своих решений. Им не удастся избежать наказания. Документ предусматривает ограничения не только в отношении сирийских военных и ученых. Если его примут, всем странам запретят поставки в Сирию любых веществ, которые могут использоваться для создания оружия массового поражения. А поскольку смертоносные контейнеры сбрасывали с военных вертолетов, то вводятся запреты на продажу у сирийской армии любых вертолетов, а также запчастей к ним. Чтобы режим санкций неукоснительно соблюдался, Лондон и Париж предлагают создать специальный комитет. Теперь вопрос, найдутся ли в поддержку этой резолюции необходимые 9 из 15 голосов членов Совбеза. Россия уже заявила, что представлено недостаточно доказательств участия армии Асада в химатаках. Поэтому вполне вероятно, что Москва витирует и это решение. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Армия контрактных докторов. Как будем лечиться в следующем году? Мир силой. Увенчается ли успехом очередная многоходовка по сирийскому конфликту? Пьяный священник во время рождественского поста, да еще и за рулем автомобиля. Это история из Львовской области. Настоятеля одного из церкви задержали патрульные. Что было дальше, узнаем от Галины Якушко. Все произошло этой ночью. Неподалеку от города Буск патрульные остановили автомобиль, у которого не работали габаритные огни. Рассказывают, водитель был явно пьян. На просьбу предъявить документы отказал. Вместо этого предложил альтернативу. Не мав при себе никаких документов. Он не понимал, для чего он ему при себе. Пропонувал проехать на заправную станцию и установить особу по так званной фишке, которая делала на этой заправной станции. Для выяснения личности водителя, несмотря на сопротивление, усадили в служебный приус и отправили в райотдел. По дороге мужчина признался, он священник, служит в церкви поселка Красное. И не хотел бы, чтобы прихожане и епископ узнали его проступки, совершенном к тому же во время рождественского поста. Я вас прошу. А знаете, что это? Чего? Я... Что такое? Я и священник. Я вам прямо сказал. В какой церкви? Отповідать нужно перед Богом и перед законом. Я знаю, владыка, что я с вами пытаюсь. Раз вы все за керами станете принять, значит, Бог нас прямовал туда, чтобы мы вас побачили. Далее, как на исповеди, настоятель признался патрульным. Сколько выпил? Всего лишь литрка гора. Причем вместе с другом в райотдел освобождать священника приехала его сестра. Вы знаете, что земля правда? Вот смотрите, безвихідных ситуаций не бывает. Вот у меня сейчас безвихідных... Вы мне пропонуете пойти на узгоду со своей совестью, с порушением законов? Нет, безвихід у меня сейчас, в жизни безвихідных... Отпустите людину с Богом? Я заберу... Так. Чи я? Так. Однако патрульные составили на священнослужителя протокол за вождением в нетрезвом виде. Теперь ему грозит лишение прав на один год и штраф 10 тысяч гривен. А ближе к вечеру львовская епархия обнародовала официальные заявления о том, что ни один из ее священников, который служит в Бузском районе, к инциденту не причастен. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Грипп в Украине. Эпидпорог превышен в 21 области. В шести из них уже в два раза. Об этом сообщают в центре гриппа. Только за минувшую неделю заболели почти полмиллиона человек и больше половины из них дети. Летальных случаев не зафиксировано. Кастинг для доктора. А украинцы с 1 января должны сами найти себе семейного врача и заключить с ним контракт. На все про все полгода. Такова новация от Минздрава. Правда, знают о ней далеко не все. Детали этой реформы выясняли мои коллеги. Слышали, но как будет действовать, не знают. До начала реформы каких-то три дня. Но по всей стране о нововведениях мало что известно. Знают, что пациент выбирает доктора и заключает с ним контракт. За каждого врач получает 210 гривен в год и все. У семейного врача Надежды полторы тысячи пациентов, зарплата чуть больше трех тысяч. Как повлияют новые изменения, не знают. Пациентам тоже толком ничего не известно. Одни лишь слухи. Время врачи о изменениях знают. Правда, пока что из соцсетей. Я следую весь час за новыми рекомендациями, которые даются. Но все-все выходит только из Фейсбука. И на данный момент идет мова про то, чтобы сделать конкурентную между лекарями медицину. До лучшего лекаря и пойдут пациенты. Но опять же, ни договоров, ни протоколов от Минздрава еще в больнице не получали. Министерство в больнице их разработать до 1 березня 2017 года. И я так себе понимаю, что мы с 1 березня по 1.07 будем заключать эти годы. Лекаря будут презентовать ярмарок своих возможностей. В Николаеве документов не видели, но уже подготовились. В этом году в кабинете у каждого семейного врача появился компьютер. Но когда заработает новая система, врачам неизвестно. Мы готовы хоть с 1 января начать заключать договоры. Однако у нас нет нормативной базы. Нет у нас соответствующих документов с кабинетом министров, с Министерством охраны здоровья. Мало что слышали о грядущих изменениях и киевляне. Не, начала. Извечаю, приватные лекарь не ходим. Так как в державе, просто неможливо высадить вчера. У нас есть лекарь, до которого мы уже много лет возвращаемся, но это не из районной поликлиники. Пока я такого еще не слышала. Почему так мало людей знают о новациях? Не проводится разъяснительная работа и нет соответствующих документов. С этими вопросами мы обратились в Минздрав. Сегодня времени на интервью не нашлось. Обещали завтра. Эксперты уже говорят, эти нововведения обречены на провал. Во-первых, заключать контракты за полгода врачи вряд ли успеют. Ведь кроме этой бумажной волокиты нужно еще и лечить людей. Во-вторых, непонятно, сколько из 200 гривен на одного пациента придется отдать за юридические консультации. Декларируется принцип, что с каждым лекарем потом будет укладен контракт как с юридической особой. Лекарь сегодня не юридическая особа. Тогда он должен зарегистрироваться как ФОП. С этих 210 нужно еще и адвокату, и лотариусу. А раптом, а риски? А раптом, померя людина? Кто будет заказать эти финансовые риски? Его как субъекта, да? Кто? А что делать, если твой семейный врач ушел в отпуск? К тому же, где искать пациентов молодым специалистам, если всех разберут до июля? А что делать тем людям, которые не успели подписать контракты до середины 2017 года? В общем, вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Анна Камнева, Марина Коваль, Инна Белецкая, Кирилл Ющишин. Подробности телеканал Интер. Помогать детям-сиротам и старикам призывают оппозиционеры. В канун новогодних праздников Юрий Бойко навестил воспитанников Центра социальной поддержки детей Макаровского района. Он вручил детям подарки. Они в ответ тоже поздравили политика, подготовили концерт. Главное, считает лидер фракции «Оппозиционный блок», не забывать о тех, кто действительно нуждается в помощи. Дети очень ждут приход гостей. В связи с тем, что они ограничены родственным колом. И поэтому любая встреча, любое тепло, которое приносят людям для детей, они принимают с удовольствием. Главное, чтобы государство помогало таким закладам, потому что в них работают, как всегда, энтузиасты. На их плечах все это выносится, помогают детям. И наше завдание, особенно в условиях экономической кризи, помогать не менее защищенным верствам населения. Это дети и это старики. Ключи от собственных квартир. Такой подарок от государства получили сегодня бойцы Нацгвардии. Вместе с военными их новенькое жилье осмотрели наши корреспонденты. Игорь вернулся из зоны боевых действий буквально на один день. За долгожданным подарком на Новый год – квартирой. Военнослужащий и его семья впервые обрели собственное жилье. Это ваша комната или твоя? Да, это тысяча. С первых дней службы мужчина стал в очередь за квадратными метрами. До этого вместе с женой жил на съемной квартире. Они до сих пор не могут поверить, что их скитания закончились. В новостройке в селе Партизанское 24 квартиры и ключи от семи получили нацгвардейцы. Цельное направление на продвижение жил для военнослужащихся было уже порядка 10 лет. В 2016 году в государственном бюджете на закупку квартир Национальной гвардии было заложено 121 миллион гривен. В 2017 году государственным бюджетом была принята сумма около 200 миллионов гривен. Сейчас в Днепропетровской области в очереди на жилье еще 250 бойцов Национальной гвардии. Сколько из них получат новые квартиры в 2017-м, станет известно лишь весной. Анна Демиденко, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Быстро, качественно и удобно. В Киевской области открылся первый центр по обслуживанию потребителей газа. Что здесь предлагают населению, видели наши корреспонденты. Без очередей нервотропки и хождение по кабинетам. Решить любой вопрос по газу жители Киевской области теперь могут за считанные минуты. В Вишневом открылся центр обслуживания клиентов. Максимально в жатые сроки человек должен получить ту услугу, которая ему необходима. Естественно, это должно произойти все в одном помещении. И для человека это должно быть все понятно, какие шаги и этапы его ожидают. Оплатить квитанцию, получить выписку по счету, заказать проект на остановку счетчика или подать документы на газификацию. Менеджеры окажут любую помощь и консультацию. Основной приоритет работы нашей компании – это инновационность, комфорт, качество обслуживания клиента. Такими инновационными продуктами региональной газовой компании, как личный кабинет, Массати 104 ЮА, единый контакт-центр, ежемесячно пользуются более 2 миллионов жителей Украины. Это на самом деле неожиданно комфортно, удобно и быстро. Раньше, когда я пыталась получить акт сверки, на это уходило несколько дней. Действительно ли все так, как говорят, лично решил проверить губернатор Киевской области Александр Горган. Киевская область поживает 1 миллиард 800 миллионов кубометров газа щоречко. Я рад, что жители Киевщины получают новые зоны комфорта, когда они хотят использоваться теми или другими услугами. Таких центров по Украине сейчас 17. Ежедневно говорят газовики, в них обслуживают порядка тысячи абонентов. Да и график работы таких учреждений отличается от старых абонентских отделов. Вместо трех дней они работают пять, со вторника по субботу. И в перспективе анонсируют в Киево-Былгазе. Подобные центры вскоре появятся еще в десятках городов по всей стране. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности. Телеканал Интер. В России расшифровали первый черный ящик разбившегося ТУ-154. Данные показали, что, скорее всего, катастрофа эта произошла из-за проблем с закрылками. Они используются при наборе высоты снижения и посадки. Поисковая операция продолжается. Спасатели нашли уже более 15 тел. Российский самолет ТУ-154 упал в Черное море в воскресенье. На борту находились 92 человека, никто не выжил. Точные причины падения этого борта можно будет установить, когда расшифруют второй бортовой самописец. Его уже подняли со дна Черного моря. Если ручки на месте, это первый признак того, что внутри, наверное, если не было воздействия какой-нибудь воды соленой, то, в принципе, магнитная лента должна сохраниться в отличном состоянии. Историческое событие. Впервые со времен Второй мировой войны японский чиновник высшего ранга посетил Перл-Харбор. Вместе с ним туда прибыл и президент США. Как они нашли эти пути примирения, расскажут наши корреспонденты. Впервые в истории японский чиновник побывал в Перл-Харборе. Премьер-министр Японии Синдзо Абе и президент США Барак Обама встретились на острове, чтобы почтить память жертв этой битвы во Второй мировой войне. Политики возложили венки к мемориалу Перл-Харбора, склонили головы в минуте молчания и символически бросили в воду лепестки. Президент Обама, народ США и человечество всего мира. Как премьер-министр Японии я искренне скорблю по душам тех, кто отдал свою жизнь здесь. Мы не должны допустить повторения ужасов войны снова. Это торжественная клятва народа Японии. Это был ответный визит японского премьера на поездку Барака Обамы в Хиросиму в мае. В 45-м году американцы сбросили на этот город атомную бомбу. И Барак Обама стал первым американским политиком, который не побоялся приехать сюда. За Перл-Харбор Синдзо Абе не извинился, как и Обама за Хиросиму. Но все равно американский президент назвал визит японского премьера историческим жестом. Спасибо, что приехали сюда сегодня. Это исторический жест. Он говорит о силе примирения и объединении между американским и японским народами. После торжественной части оба политика поздравили ветеранов битвы под Перл-Харбором. Во время атаки на военно-морскую базу погибло почти 2500 американцев. Дату трагедии в США называют днем позора. В начале декабря 1941 года японцы нейтрализировали Тихоокеанский флот США. Это стало одной из самых больших потерь Второй мировой. После атаки японцев всю войну американцы прошли под лозунгом «Помни о Перл-Харборе». Виталий Акушмирук, подробности телеканал Интер. Очередная выходка беженцев в Европе. На этот раз в Берлине. Семеро молодых людей прямо в метро подожгли спящего бездомного. Все подробности в нашем материале. Поджечь бездомного. Так в рождественскую ночь в берлинском метро развлекались семеро мигрантов. Они подожгли бумагу под спящим мужчиной. На нем сразу же загорелась одежда. Шесть парней-сирийцы. Один приехал из Ливии. Все получили статус беженца. Это произошло в рождественскую ночь где-то около двух утра на станции Шонлайнштрассе. Бездомный не пострадал. Только благодаря своей временной помощи пассажиров и работника метрополитена. Поджигателям от 15 до 21 года. Все выходцы из Ближнего Востока. После такой выходки они зашли в вагон метро и вели себя достаточно шумно. Долго их искать не пришлось. Мы сделали фотографии из камер наблюдения в метро и попросили о помощи обычных людей. В итоге вышли на подозреваемых. Все подозреваемые задержаны. Их обвиняют в попытке убийства. Но последнее слово скажет немецкий суд. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Европейское бюро телеканала Интер. Очередное землетрясение в Румынии. Сегодня ночью в румынских Карпатах в сейсмически активной зоне Вранчо произошло землетрясение магнитудой почти в 5,5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр этого землетрясения находился на глубине около 100 километров. Его ощутили в Румынии, в Молдове, Болгарии и Украине. Сильнее всего подземные толчки почувствовали в Николаевской, Одесской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях. Ощущались они и в Центральной Украине. Это второе землетрясение в зоне Вранчо за последние три месяца. Предыдущее более сильное магнитудой в 5,7 баллов произошло ночью 24 сентября. Почему на Кубе нельзя называть улицы именем Фиделя Кастро? И на что пошли французы, чтобы поддержать британский Brexit? Об этом и не только в нашем обзоре. Культ личности Фиделя Кастро на Кубе под запретом. Именем умершего лидера страны нельзя называть улицы, площади и организации. А еще запрещено устанавливать памятники в его честь и использовать имя в наградах и титулах. Такой была воля самого Фиделя. И парламент Кубы ее сегодня узаконил. Вспоминать команданты можно разве что в литературе, кино и музыке. Но и его портретами по желанию можно украшать свои жилища. А вот во Франции улицу назвали Brexit. В честь выхода Великобритании из Евросоюза. Мэрия небольшого городка Бокер на юге страны решила показать, что одобряет выбор британцев на референдуме. Местные власти поддерживают крайне правых в стране, которые тоже выступают за выход Франции из ЕС. Вот только улица под названием Brexit в городе ведет в тупик. 26 женщин родили детей не от своих мужей в Голландии. И дело не в измене. Беда случилась по вине клиники репродуктивной медицины, в которой пары проходили процедуру искусственного оплодотворения. В учреждении в городе Утрех перепутали пробирки. Новость ошеломила супружеские пары, половина из которых уже стали родителями. Полтора миллиона евро за потерянный багаж и отмену рейсов. Такую компенсацию требуют от авиакомпаний бельгийцы в этом году. Почти 9 тысяч пассажиров жалуются, что их рейсы задерживали в среднем на 3 часа и не вовремя выдавали багаж, а то и вовсе теряли. В прошлом году компенсации от авиакомпаний получили 7,5 тысяч бельгийцев. Почти по 600 евро на каждого. А вот французам с транспортом повезло. Правда, только жителям столицы – парижское метро, автобусы и электрички – на новогодние праздники будут возить людей бесплатно. Всем, кто будет гулять допоздна, не придется платить в 3 дорого на такси. Транспорт будет ходить до 5 утра. В Непале пришлось вызывать наряд полиции после того, как стадо животных напало на деревню Прасани. Агрессивные слоны застали жителей врасплох. Был туман, и люди сразу не заметили, что на них надвигается целое стадо. Не обошлось без пострадавших. Несколько местных жителей госпитализированы. Что нашло на слонов до сих пор загадка. Спецназ вывел животных в близлежащий национальный парк, откуда, скорее всего, слоны избежали. Гололед не страшен. Канадская провинция Онтарио превратилась в сплошной каток. Вначале здесь прошел дождь, а потом ударил мороз. Но жители не унывают. И пока на дороге выезжать на машинах нельзя, выезжают на коньках. Благо, они есть почти в каждом доме. Селфи под запретом. В американском конгрессе за использование мобильных предлагают наказывать. Чем грозят телефоны законодателям и во сколько может обойтись селфи? Дмитрий Анопченко подробнее. В Капитолии переполох уже в январе. В первые дни работы Конгресса нового созыва на голосование палаты представителей вынесут и новое правило. Никаких селфи, или хуже того, стримов, онлайн-трансляций с мобильного. За первое нарушение штраф 500 долларов. В дальнейшем могут и 2500 из зарплаты вычесть. Жизнь без смартфона нам с вами теперь уже и представить сложно, ведь мобильные телефоны это не только средства связи, это возможности фото делать и видео, вот просто на ходу снимать, как я сейчас. Американские конгрессмены тоже люди, они тоже поддались этому соблазну. В июне нынешнего года в палате представителей проходило невероятно эмоциональное заседание под торговлей оружием. Спикер дал тогда команду выключить видеотрансляцию, чтобы все, что на эмоциях будет сказано в зале, не вышло за пределы зала. Но два конгрессмена запросто обошли запрет. Один начал трансляцию в фейсбуке, другой в популярном у подростков приложении Перископ. И все, что не предназначалось для прессы, оказалось в прямом эфире. И вот теперь, когда у республиканцев в конгрессе большинство, они намерены утвердить новые правила. Мол, в зале спорьте сколько хотите, но ни трансляции, ни фото, ни даже звук на диктофон записывать будет нельзя. Наказать конгрессменов можно только ударив по кошельку, отсюда и идея штрафов. Но жизни без селфи многие себе вообще не представляют. Не поверите, но американские конгрессмены пишут сегодня в социальных сетях. Мол, делайте что хотите, ругайте меня, штрафуйте, хоть до банкротства доведите, но камеру не отдам. Понятно, что это только бравада. И понятно, что с началом января им придется сдать мобильные телефоны и прекратить нелегальные парламентские трансляции. Как минимум до тех пор, пока не появится какая-нибудь новая, еще не запрещенная технология. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Российские спортсмены все же употребляли допинг. В интервью New York Times призналась исполняющая обязанности председателя российского антидопингового агентства Анна Анцелиович. Правда, после публикации интервью россияне заявили, что фразу Анцелиович вырвали из контекста и теперь она угрожает подать в суд на издание. Напомню, в начале декабря Всемирное антидопинговое агентство обнародовало отчет о допинговых манипуляциях в России. Украинка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Львовянка Анна Музычук захватила лидерство на чемпионате мира в Катаре. Она победила с результатом 9,5 очков и обошла россиянку, которая стала второй в списке победителей. Анна Музычук единственная не проиграла ни одного матча на турнире. Сегодня она также стала чемпионом мира по быстрым шахматам. Чемпионом мира по быстрым шахматам также стал украинец Василий Иванчук, с чем мы их и поздравляем. На сегодня это все. Побольше вам хороших новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин